Приветствую вас, друзья! С вами Сергей Смоляков. Сегодня поговорим о болях в спине. Какова причина боли в спине, как избавиться, соответственно, как убрать боли в спине, и как нам все-таки эту проблему разрешить таким образом, чтобы больше к ней не возвращаться. Боли в спине в современном обществе – это настолько актуальная и повседневная проблема, что только, наверное, самый ленивый не делает на ней деньги. Медицина наша уже совершенно, совсем давно уже перестала ориентироваться на помощь людям, она ориентируется на доход. Появилась реклама лекарств, никогда лекарства не рекламировались, появилась статистика и заинтересованность врачей в доходе, в частных клиниках врача увольняют, если он не делает объем каких-то услуг для клиента. Появились все вот эти заинтересованные вещи. Возвращаясь к болям в спине. Дело в том, что если у боли в спине знать причину, то можно их устранить с большей эффективностью, чем если не знать причину этих болей и заниматься просто чисто лечением или временным облегчением этих болей. То есть вы можете мне верить, не верить, но, как говорил мой старый знакомый, пока ты не проверишь, ты не узнаешь. Соответственно, выхода по большей части не существует, кроме того, чтобы проверить и узнать. А выход следующий. Вернее, причины этих болей следующие. Дело в том, что когда человек рождается, во время рождения, было открыто, что очень часто во время рождения в роддоме, во время рождения с помощью тех же врачей, ребенку сворачивают шею. Ему сдвигается своего места первый позвонок. И это в последующем является причиной очень-очень-очень большого количества проблем, симптомов и, в частности, боли в спине. Если мы направляем все свое лечение, все свое внимание на устранение этой причины, то мы впоследствии получаем очень легкое лечение этих симптомов, лечение боли в спине и очень легкое выздоровление человека. То есть, когда проблема исчезает, человек больше к ней не возвращается. Вот что я подразумеваю под выздоровлением. Медицина подразумевает под выздоровлением, это когда у тебя болела спина, а потом она не болит, а потом она опять болит. Вот что такое выздоровление по-медицински. Воздоровление в моем случае, это когда спина болела, потом она не болит, и потом она не болит, и потом она не болит никогда. Вот что подразумеваю под выздоровлением я. Что нужно сделать? Простая вещь. Говорю не профессиональным языком, а как для простых обывателей. То есть, нужно взять интернет, набрать в интернете методика Смолякова, прийти ко мне на диагностику. Если вы в Москве, то это многое упрощает. Выяснить, смещен ли у вас этот атлант, возможно, что вам это не нужно. И боли в спине у вас по какой-то другой причине. Такое встречается редко, но встречается. И, соответственно, исправить последний шаг. Исправить положение первого позвонка, если оно вам требуется. Что произойдет после этого? Первое. У вас лечение, которое направлено на устранение боли в спине, оно вдруг будет давать эффективный, долговременный эффект. Сказал. Эффективный, долговременный эффект. То есть, оно будет давать эффект. То есть, будут работать мази, будут работать массажи, походы в баню, какие-то простые вещи, они вдруг начнут давать эффект. Хотя до этого раньше не давали. И второе. Возможно, что они эти боли сами по себе исчезнут, потому что организм начнет функционировать, как ему положено от природы. Как было задумано самой природой. И он просто справится с этой проблемой, сам устранит те проявления, которые у вас накопились. Те симптомы, которые уже появились. Поэтому, друзья мои, обращайтесь. Я желаю всем здоровья. До новых встреч.